Итак, вчерашний опрос показал, что вам всем интересны мои истории. Ну и, соответственно, welcome to Storyland. Так, хотела тогда спросить, помните ли вы вообще кто-нибудь из вашей аудитории, кто давно со мной, помните ли вы, что я в 16 лет ездила работать моделью в Милан? Почему я вспомнила именно эту историю? Потому что она, наверное, была ключевым моментом в моей жизни, когда я столкнулась с первыми сложностями, потому что это самостоятельно. Мне было тогда 16 лет, и ты самостоятельно приезжаешь в чужую страну, в чужой город, тебе дают карту, список кастингов, две твои фотки, ключи от квартиры, обводят карандашом место, где ты живешь, и говорят тебе туда, наше модельное агентство вот здесь обводят карандашом, а это адрес кастинга. И вы знаете, у моделей, по крайней мере, тогда, не знаю, как сейчас все складывается, но тогда было так, было по 10 кастингов в день, огромнейшая конкуренция, огромные очереди на всех кастингах, просто на всех, просто очереди на улице выходят. Невероятная конкуренция просто, и все красивые картинки, как на подбор. В общем, это такое, знаете, тяжелое, сложное испытание было. В общем, что я хочу сказать, я тогда заработала ноль денег там в Милане, и знаете, впервые, наверное, в жизни столкнулась с тем, что я начала себя сравнивать с другими. Вот я смотрю, девчонки, а я еще по росту, как бы, для фигуристки я высокая, для актрисы я нормального роста, а для модели я маленькая. И я смотрела все девчонки, метр восемьдесят, те, как на подбор. Меня практически никуда не брали, только на фото какие-то там съемки, и иногда на обувь, на показы. Соответственно, я ничего там не заработала, кроме неуверенности в себе, если честно. Я очень сильно запомнила тот момент, когда я приходила, видела всех этих красивых девчонок и думала, какой кошмар, я никогда в жизни не буду такой красивой, я никогда в жизни не смогу. И вы знаете, я попала в этот круговорот самоедства. Я начала себя со всеми сравнивать и поняла, что это огромная ошибка, уже потом проанализировав, я поняла, что это огромная ошибка, потому что меня это начало изнутри съедать. И я уже заранее начала там приходить на пробы, кастинги везде, с полным ощущением того, что я априори хуже всех, кто там находится, даже фотографа. Вот. И вы знаете, на самом деле попал в жуткую ловушку, схватил такой жесткий депрессняк. Мне сам Милан перестал нравиться, мне было ужасно плохо там. Вот. Но, но, к чему я рассказываю эту историю? К тому, что тогда у меня произошел такой перевертыш. То есть момент, когда я полностью поняла, что все, я никакая, мне не судьба, все не судьба, знаете, и вот это плохое настроение меня догоняло несколько, недель даже, наверное. Ну, неделю точно, даже больше. Больше, чем две недели, по-моему. И когда я уже поняла, что вот все так, я села, помню тогда, я еще курила, закурила в 16, и подумала, а зачем я это делаю? Ну, именно вот это самоедство, оно для чего? Неужели так жить каждый день классно? И я подумала, да нет, конечно. Если у меня не получается работать, меня не берут, это не значит, что проблема во мне. И я для себя решила себя за такие вещи прощать. И понимать, что не ты плохой. Так складываются обстоятельства, из этих обстоятельств надо вынести по максимуму чего-то хорошего. Вот, и тогда, именно тогда, в 16 лет, я поняла, что я какие-то вещи буду себя прощать, какие-то неудачи буду себя прощать. Ну, это не значит, что я не буду ничего делать, а буду дальше идти, пробовать еще раз, много раз, пока не получится. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok